Здравствуйте! В эфире новости недели на канале Медвестник ТВ. Сегодня в программе. Владимир Путин поручил правительству пересмотреть цены на ЖНВЛП. В России создается карта антимикробной резистентности. Проект национальной программы борьбы с онкозаболеваниями будет представлен в июне. Врачи реорганизуемых психиатрических больниц заявляют о нарушении своих прав. Суд поддержал требования ФАСК правительству Петербурга устранить дискриминацию в ОМС. Владимир Путин озадачил правительство, дав задание оптимизировать цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. В открытом доступе документа пока нет. Но, как сообщает РБК, предполагается, что после выполнения поручений главы государства препараты из этого перечня должны стать дешевле. Это произойдет за счет ограничения рентабельности производителей и более прозрачной процедуры формирования ценной медикаменты. Правоохранительным органам предстоит вывести на чистую воду всех госзаказчиков и фармкомпаний, которые в ходе тендеров завышали цены. В перечне поручений главы государства четыре пункта. Первый – выработать правила для экономического анализа при регистрации цен на ЖНВЛП. В том числе прописать максимальную прибыль, которую может получить компания-производитель. Срок – 20 марта 2017 года. Во втором пункте президент требует перерегистрировать все цены на ЖНВЛП по новой методике. С этим ребусом Кабмин должен справиться максимум до конца года, а затем разобраться в практике госзакупок лекарств. То есть сравнить новые цены на ЖНВЛП с теми, по которым эти же лекарства государство покупало ранее. Все материалы по аукционам, в которых стоимость медикаментов окажется выше, вновь установлены, будут переданы в правоохранительные органы. Срок – до 1 февраля 2018 года. В четвертом пункте перечня Дмитрию Медведеву поручено рассмотреть возможность разделения аукционов на покупку лекарств и услуги по их перевозке. А также вопрос о необходимости заключения госзаказчиками долгосрочных контрактов по новым ценам на ЖНВЛП с целью стимулировать производство этих лекарств в России. В России появится карта антимикробной резистентности. Это позволит определить выровенность устойчивости инфекций к антибиотикам в каждом регионе. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Также в планах повышать квалификацию врачей в этом направлении и ввести соответствующие разделы в медицинские образовательные программы. В Москве прошла пресс-конференция, посвященная форуму «Движение против рака». Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с этим заболеванием. На форуме обсудили вопросы финансирования онкоцентров и обеспечения больных современными препаратами. Подробности в нашем репортаже. Ежегодно в России регистрируется около полумиллиона новых онкобольных. Причем почти у половины пациентов болезнь появляется в запущенной третьей или четвертой стадии. Каждый год от онкологических заболеваний в стране умирают около 300 тысяч человек. Из них треть летальных исходов приходится на первые 12 месяцев после постановки диагноза. Наиболее острой проблемой остается финансирование онкологической службы. Среднестатистические затраты ФОМС на одного онкопациента составляют около 750 тысяч рублей. Нередки случаи, когда на лечение одного больного онкоцентры получают по 100 тысяч рублей, а тратят полтора миллиона. При этом находить средства на лечение они вынуждены самостоятельно. Расходы наказания онкологической помощи в Российской Федерации в два раза ниже, чем в Польше и в 8 раз ниже, чем в Германии. Ну, нетрудно себе представить, какую это трудность представляет для организации онкологической службы дефицит финансирования. Вот доля расходов в 2,5%, 5% в Польше и 6% в Германии. Вот расходы на лекарства для лечения онкологических заболеваний в Российской Федерации на 25% ниже, чем в Польше и в 7 раз ниже, чем в Германии. По мнению экспертов, в отрасли многое нужно менять, и начинать следует с изменения подхода в дисциплине. Так, проект национальной программы борьбы с онкологическими заболеваниями будет вынесен на обсуждение в июне, на 9-м Всероссийском съезде онкологов Уфе. Она будет представлена из региональных программ, которые будут представлены, будет сделан некий общий знаменатель, будет произведена оценка первоначальных мероприятий по решению этой задачи, они могут быть разные. Это и разные уровни технического оснащения, это материально-техническая база, это кадровое обеспечение разное. Одна из важнейших задач программы – усиление диагностической работы. Помимо этого, российские онкологи работают над созданием программ скрининга онкологических заболеваний. Они коснутся не всех онкозаболеваний, а только отдельных социально значимых видов, которые лидируют по смертности. Такие как рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого. Скрининг даже этих видов позволит изменить соотношение ранних и запущенных форм заболевания, улучшить статистику смертности. Врачи психиатрических учреждений столицы потребовали остановить реорганизацию этой службы. В их поддержку на круглом столе в Мосгордуме высказались члены Межрегионального профсоюза работников здравоохранения и действия, активисты гражданской инициативы за бесплатное образование и медицину и депутаты КПРФ. Необходим мораторий на реорганизацию московской психиатрии до окончания общественного обсуждения этого проекта, уверенно не согласны. При этом они просят отменить присоединение психиатрической клинической больницы номер 12 имени Канабиха с НПЦ имени Соловьева и отказаться от планов выпуска приказа о реорганизации других больниц. Главная претензия врачей-психиатров – многочисленные факты нарушений Трудового кодекса. По информации участников круглого стола, всего 10 бывших сотрудников больницы имени Канабиха были трудоустроены в штат НПЦ имени Соловьева. При этом из 370 сотрудников больницы номер 12 уволено уже более 300. А больницу номер 15, которая будет перепрофилирована в психоневрологический интернат, планируется оставить 16 врачей и немногим более 100 медсестер. Из штатов – тысячу с лишним человек. Однако, согласились с протестующими не все. В службе не хватает сегодня порядка 40% специалистов. В нынешней и будущей концепции, которая разработана, ощущается острая нехватка специалистов. Если люди говорят, что они там увольняются и им некуда идти, значит за этим стоит какая-то человеческая история. Либо профессиональные какие-то вопросы не закрыты, и к этим специалистам есть вопросы у работодателей. Либо работодатель здесь не дорабатывает и не информирует специалистов, не предлагает им, допустим, высвобождающиеся ставки, если не появляются, они появляются ставки. Не информирует о том, в каких больницах требуются специалистов. Арбитражный суд Москвы отказал правительству Санкт-Петербурга в отмене предписания Федеральной антимонопольной службы России. По мнению антимонопольного ведомства, власти города не обеспечили равные условия распределения объемов высокотехнологичной медицинской помощи в рамках программы госгарантии. В результате, к оказанию услуг в рамках территориальной программы ОМС не были допущены некоторые участники рынка. Рассмотрев дело, ФАС выдала городской администрации и комиссии по разработке терпрограммы ОМС, обязательные для исполнения предписания. Однако, те их не исполнили, а спорили в суде. Суд первой инстанции не согласился с доводами заявителей и поддержал позицию антимонопольной службы. Это были новости на канале Медвестник ТВ. До встречи на следующей неделе. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!